Сегодняшняя тема Я бы хотел поговорить о спасении С одной стороны Она такая в христианстве Достаточно банальная С другой стороны я понимаю, что в этой теме Нужно разобраться И мне самому Не так просто В этом разобраться И как так вот все Что касается этой темы Сжать в одну проповедь Но я постараюсь Для того, чтобы было ясно Для того, чтобы не растягивать То есть Когда я не знал Бога Я даже не знал Про такой термин, как спасение Но вот когда мы Сталкиваемся с Библией Со Словом Божьим С тем, что сделал Иисус Христос Слово спасения начинает все больше И больше звучать В проповедях И оно несет за собой определенную Смысловую нагрузку Я хотел сегодня об этом поразмышлять Потому что мест писания очень много И это слово Оно постоянно возникает Как его воспринимать И вот вчера я такой небольшой эксперимент провел дома Я спросил Оксану Что у тебя возникает Как ты понимаешь спасение Что у тебя первое возникает в голове Она начала сразу неправильно говорить Это некорректно поставленный вопрос Я не понимаю, как ответить Я говорю, ответь, как можешь ответить И она ответила И ответила на пятерку Так что Я ее хвалю И вчера похвалил Что она как раз в том ответе Которое она Переживала, что может быть неправильно произнесет Произвела все правильно В принципе, я добился того, что хотел И я думаю, что у кого-то из вас что-то похожее Итак Что первое возникает у вас при слове спасения? А? Помощь? Помощь Ну, хорошо Я имею в виду Да, это вот Мы сюда еще придем Я имею в виду про христианское спасение Вот Христос умер за нас Он спас нас Да? Вера Вера Как хорошо Ну, наверное, действительно Я не слишком широко ставлю вот этот вопрос И мы можем Ладно То есть Смысл в том, что в христианстве, да Мы как бы слышим это слово Как то, что Прими Иисуса Христа И ты не пойдешь в ад Вот таким образом Звучит такая простейшая, примитивная формулировка У нас в голове Правильно или нет? То есть Ну, вот мы Как бы У нас, если честно Так, в реальной жизни Ад не так сильно интересует Мы его там Иногда верим в него Иногда не верим Но тем не менее Все равно Как бы вот Ну, вот такой Первый взгляд вообще на христианство Он именно такой Правильно? То, что вот он спас меня И я теперь не пойду в ад Правильно или нет? Действительно так То есть Просто вы сейчас, ну, начали отвечать Потому что я слишком широко Слишком широкие такие рамки поставил Можно с разных сторон было Но в целом В нас Как бы заложена вот эта картинка Она заложена из Из всего, да Из истории Но Библия часто говорит С одной стороны Про спасение Как что-то уже совершенное И законченное Как то, что мы Имеем спасение Да У нас оно уже есть И в тот же момент Библия говорит Что совершайте свое спасение Знаете, да? Вот И действительно Для того, чтобы Как бы понять это слово Ну, и понять это Не слово Потому что, ну Меня не так интересует слово Меня больше интересует Вот этот смысл Который за ним стоит Тут нам помогает Как раз вот это вот уже Наше русское слово Спасение Мы где его применяем? Если вот так В обыденной жизни Спасать Где людей спасают обычно? В трудности Ну, в трудностях Мы можем другие слова использовать В реанимации В реанимации Да, хорошо У меня первая моя ассоциация Это когда человек тонет Там даже служба такая есть Как спасатели Правильно? Вот где еще есть спасатели? Ну Пожар Ну, это пожарные Правильно или нет? Да все равно пожарные Да, то есть Ну вот Про срожные ситуации Ну вот Самое такое прямое Как бы Да Определение Это все-таки Вот в воде тонет Да Человек И там нужны спасатели Спасатели Малибу Были такие Вот Иисус Иисус Кто-то сразу красный Кто-то сразу красный купальник увидит Памела Андерсона Да? Паспорт Самый Лют Конечно Вот Итак, да Вот есть Все равно такая картинка Как тонущий человек И его нужно спасти Да? Или его спасают И вот там как бы И получается Что есть несколько Ну так сказать Факторов что ли Да? Что есть вот эта вода В которой он барахтается Да? Которая не создана для того Чтобы он в ней Он не создан для этой стихии Да? Мы не рыбы То есть Мы можем какое-то время плавать Но Рано или поздно мы тонем И утонем Да? То есть И это приведет нас То есть мы утонем Дышать мы водой не можем Мы утонем Это приведет нас к смерти То есть смотрите Бог спасает нас От воды Ну или нет То есть спасает Ну как бы Как бы да И как бы нет Правильно? Ну так же примерно И со спасением То есть Бог спасает нас Из мира От греха И от смерти И от ада Да? То есть И вот он комплекс Как бы То же самое Что спасатель Он должен вытащить Человека из воды Для того Чтобы тот не умер Не заглебнулся Не умер И не пошел на дно Да? Ну вот И вот Как бы спасение Оно тоже включает В себя Именно вот эти вот Несколько моментов Что делает Христос С нашей жизнью Что делает Иисус Как спаситель Потому что Если мы Например Только однобоко Смотрим на спасение Что это только от ада Да? То есть То Ну мы так и живем Так и думаем Что вот он спас меня Я в ад не попаду И моя задача Как бы Не потерять это Да? И все Но Но это таким образом Не работает Вот И работает это Сейчас мы будем Места писания читать Которые об этом говорят Да? Давайте Ефесянам откроем Вторую главу И мы как бы Сегодня посмотрим Путь спасения Он один Но внутри этого Пути Есть Есть несколько Путей Каким образом Бог нас спасает То есть Самое главное Это Вот Ну например Мы можем прочитать Ефесянам Вторая глава Четвертого стиха Бог богатой милостью По своей великой любви Которую возлюбил нас И нас мертвых По преступлениям Оживотворил Со Христом Благодатью Вы спасены И воскресил с ним И посадил на небесах Во Христе Иисусе Дабы явить В грядущих веках Произобильное Богатство благодати Своей в благости К нам В Христе Иисусе Ибо Благодатью вы спасены Через веру И сиение от вас Божий дар Не от дел Чтобы никто не хвалился Ибо мы Его творения Созданы во Христе Иисусе На добрые дела Которые Бог Предназначил Нам исполнять И вот Ну вот Для того чтобы понять Спасение Нужно прочитать Вот весь вот этот отрыв Ну Да Что Бог богатой милостью По своей великой любви Он Оживотворил со Христом Благодатью вы спасены Да То есть Вот оно спасение Оживотворил со Христом Да Благодатью сиение От нас И он Благодатью мы спасены И воскресил с ним И посадил на небесах Во Христе Иисусе Да Не посадит на небесах А посадил на небесах Да То есть мы Вот Вот таким вот образом Да Мы принимаем Это спасение Да То есть мы Немножко как бы Физически это не можем Осознать полностью Потому что ну как Мы здесь Или мы на небесах Ну вот Духовный мир Он так принимается Что мы Здесь Но если мы Приняли Христа На небесах Мы уже с ним сидим Вот Да И мы уже Имеем это спасение Поэтому да Поэтому мы вот так и говорим Что мы спасены Не я буду спасен А я спасен Потому что сейчас Я принял его Ну или другими словами Если сейчас Вдруг я умру То я Пойду на небо Да Но именно вот здесь Вот И заключается Ну как бы Для меня То что я вижу Как бы Проблему Христианства И подковырочка такая Которую христиане Запинаются В своем понимании И не понимают Ну как бы Что это означает То есть Получив спасение И приняв спасение Для них Самым главным Становится сохранить Это спасение Не потерять Это спасение Да И Это приводит Иногда Как бы К неправильной практике То есть Человек начинает Ну он вообще Ну как бы Ничего не делает То есть Он Первое что он боится Потерять Хороший пример Это притча о талантах Дали пять Дали десять И дали один Помните Да Тот кому дали пять Пошел Употребил В дело Тот кому дали десять Пошел Употребил А тот кому дали один Что сделал Пошел И закопал И когда пришел Господин Говорит Где Он говорит Вот Я закопал Развернул Все это От тряпочек Освободил Говорит Вот Все Ты сказал Ну как Ты дал Я тебе отдаю Что сказал Господин Лукавый И ленивый Раб Представляете Как Ну Вот Как Мы можем Для меня Это Как бы Христианин Это же Христианин Был Христианин Он получил Да Получил Да Он получил Спасение Получил Но он Неправильно Понял Для чего Оно Было Ему Дано И как И что Этим Нужно Было Оказывается Всем пользоваться Что Оказывается Вот И что В итоге С ним Было Сделано Заберите У него Отдайте Тому Которого Десять А этого Бросьте Куда Вадьму Внешне Ну Другими Словами В ад Представляете То есть Как бы Как промахивается Человек Который Ну Как бы Просто Пытается Удержать Спасение Просто Пытается Жить И не грешить Я бы так Сказал Потому Что Вот Здесь Ну Как Вот То Что Мы Здесь В Ефесянах Посмотрели Что И воскресил И ты И ты Ничего Не Сделал Для Того Чтобы Получить Но У этого Спасения Есть Действие Есть Цель Есть Смысл Есть Вот Эти Добрые Дела Которые Бог Предназначил Нам Исполнять Аминь Вера Мы Мы Определен Смысл Аминь Смысл И Ну Я ничего Не Чувствовал С одной Сторон Что Я Должен Что Делать Но С одной Стороны Но С другой Стороны Я Всегда Знал Что 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 Больше Для Чего Бог Меня Спас Что Вот Я Могу Дать Больше Я Ну Как бы Могу Ему Служить Я Должен Ему Служить И так Далее Но Пока Он Меня Не Призывал Вот Они Живые Настоящие Отношения Он Меня Не Призывал Я Не Призывал Сам Себя Вот Ну Это У Меня Но Всегда Знал Что Он Может Меня Призвать Знаете Вот Всегда Знал Всегда Чувствовал Всегда Что То Внутри Слышал Что Однажды Похоже Он Меня Призовет Что Вот То Что Я Вот Так Вот Просто Сейчас Живу И Активно Ему Как Бо Не Служу Это Еще Не Все И Я Не Ошибся Чего Я Боялся То Меня Постигло Ну Это Шутка Я Не Боялся Да Вот Как Некоторые Да У нас У всех Есть Этот Вопрос Что Мы Почему То Думаем Что Туда Куда Меня Бог Повлечет Мне Не Понравится Потому Что Это Страдание Потому Что Это Ну Это Не Так Потому Что Здесь Написано И Воскресил С ним И посадил На небесах Во Христе Иисусе Дабы Явить В грядущих Веках Призабильное Богатство Благодати Своей В благости К нам Во Христе Иисусе Аминь Понимаете Вот Он нас Воскресил Посадил Дабы В грядущих Веках В нашем Времени Явить Это Богатство Своей Благодати Славы В благости К нам Понимаете То есть Это То Что Мы Говорим Вот Что Бог Когда Эту Картинку Смотрим С народом Израиля Что Бог Вывел Его Из Египетского Рабства И Не Просто В пустыню Посадил Хотя Для многих Эта пустыня Стала Могилой Он Определил Для них Землю Обетованную И Вот Ну Как бы И все И вот Спасение Вот это Все Спасением Не называется Только выход Из Египта Он нас спас Но Обязательный Вход в землю Обетованную Скажи Аминь Вот И мы должны Это понять И В земле Обетованной Текут молоко И мед Это его Обещание Но в земле Обетованной Когда Ну что Что Мы должны Как бы Да Сделать Работает Другой Принцип Если Для того Чтобы выйти Из Египта Им ничего Не нужно было Делать Им нужно было Просто поверить И идти Все Все Да Море Разверзлось Египтяне С фараоном Утонули Там По пустыне Ходили Манна Падала Столб Огненный Ночью Облако Днем Мясо Захотели Прилетело Мясо Пить Захотели Вода Пошла И так далее Да То есть Вот Вот она Ну Они Благодать Уходили Ну Тем не менее Все равно Была пустыня Но Полностью Вот план Да Это вот Чтобы явить В грядущих веках Преизобильной Благодати Своих благостей К нам Да Что есть земля Обетованная Где текут Молоко и мед Но землю обетованную Что нужно было сделать Библия называет Наследовать ее Да Наследовать Но Не получить Наследство Как мы это Представляем Придите Получите Денежки А завоевать И вот тут У них Произошел Внутренний конфликт Что они сказали Не можем Потому что Страшно Потому что Народ там Высокий Мы в ихних глазах Как саранча Да и в своих глазах Тоже как саранча Перед ними Вот Да То есть Как бы Вот Я примерно Про это и говорю Поэтому Вот для того Чтобы понять Спасение Мы должны понять Вот именно Этот комплекс Который Бог делает Для нас Да Что у нас В Христе Иисусе Спасает Для чего Спасает Да Давайте Откроем Галатам Первая глава Что касается Техники Самого спасения Из чего Спасает Да Вот как бы То что я сказал Вот это вот Из воды Спасает Да То есть Если человека Спасает Он спасает Из воды То есть Его берут Из этой Жидкой Субстанции В которой Он тонет Достают И ставят На что-то Твердое Да Вот Поставил Ноги Мои На твердое Основание Да Вот В чем Заключается Это спасение Вот Потому что Мы говорим Если мы живем Картинками И вот Такими Простыми Как бы Формулировками Не вдумываясь Получается Получается Что Он спас Меня От грехов Моих Да Но что Это значит В практическом Смысле Я не до конца Понимаю Я просто Поразглашаю Спасибо Иисус За то Что Ты Забрал Мои Грехи Да И как бы Сам до конца Не понимаю Что это значит Ну Вроде Забрал Четвертый Первая Глава Четвертый Стих Который Отдал Себя Самого За грехи Наши Чтобы Избавить Нас От настоящего Лукавого Века По воле Бога Отца Наш Вот Здесь Мне больше Уже Ясно Что Он Сделал Что Он Отдал Себя Самого За грехи Для того Чтобы Избавить Нас От настоящего Лукавого Века То есть Вот Он Да Вот оно Вытаскивание Человека Из воды Мы знаем По притчам Иисуса Что он Часто Сравнивал Море С миром Помните Да То есть Вот И здесь Эта же Картинка Она и работает Да То есть А что такое Мир Который Как море Это Похоть плоти Похоть очей И гордость И гордость Житейская Все Чем люди Так Живут Да Все Что есть В мире Не есть От Отца Все Что есть В мире Есть Похоть плоти Похоть очей И гордость Житейская Вот Откуда Нас Бог Вытаскивает Да То есть Вот В чем Его Спасение Заключается Да Что Не просто Вот Он умер С моей грехи Я спасен Но Нет Он тебя пытается Вернее Не пытается Даже Вытаскивает Тебя Через Что через проповедь Евангелия Через учение Через То как надо думать То как надо мыслить То есть Другими словами Что это такое Чтобы избавить нас От настоящего Лукавого века Как это происходит На практике Избавление От настоящего Лукавого века Что это Ну Он меня же Не забрал Из мира Правильно Это из мышления Ну давайте Ладно Не буду вас мучить Это изменение мышления Это переоценка Ценностей Понимаете Вот Суть Того Что вот Он нас спасает И вытаскивает Это он Меняет мышление Наше То есть Меняет наши Ценности Понимаете Через что Через учение Через Духа Святого Да Через вот То что мы к нему Обращаемся То есть Вот оно Ну как работает Спасение Чисто технически Оно не просто Работает Я принял Иисуса Мои грехи Прощены Теперь я другой Человек Я другой Человек Через то Что я Проникаюсь Его учением Я искренний Его ученик Я начинаю Думать По-другому И да И практиковать По-другому Да Поэтому Иисус Говорит Что слушающие Мои слова Он построил Свой дом И исполняющий Построил Свой дом На скале А слушающий Мои слова И не исполняющий Мои слова Строит На песке В итоге Вот Будет постоянно Разрушаться Его творение Да То что Бог делает В нем Первое Петра Первое Петра Первая глава Примерно мысль Та же Здесь то же самое Первая глава Семнадцатый стих И если вы называете Отцом того Который Нелицеприятно Судит Каждого По делам То со страхом Проводите время Странствования Вашего Зная что Метленным серебром Или золотом Искуплены вы От суетной жизни Преданной вам От отцов Но драгоценной кровью Христа Как непорочного Чистого Агнца Да то есть Вот она опять мысль Вот эта Которую я пытаюсь Ну как бы отобразить Да От чего мы искуплены От чего здесь написано Искуплены Вот это От чего Ну другим словом От чего спасены От суетной жизни То есть От жизни пустой От жизни бессмысленной Да От жизни без цели От жизни без Бога От жизни вот именно Если наша жизнь Как раз вот Похоти плоти Похоти очей Гордости житейской Да Вот Все что есть в мире Тут опять вот да Вот тут написано Про спасение То есть Вот этой Драгоценной Кровью Христа Как непорочного Чистого Агнца Предназначенного Еще прежде Создания мира Но явившегося В последние времена Для вас Уверовавших Через него В Бога Который воскресил Его из мертвых И дал ему славу Чтобы вы имели веру И упование в Бога Да То есть вот Мы и уверовали Через него И в него же и пришли Да Все От него Им и к нему Да То есть как бы Вот Бог нам дает Этот путь спасения Во Христе Но опять же Если мы Не понимаем Да От чего же Он нас спасает Что является Вот этой вот водой Да То есть вот эта вода Она не является Самой смертью Понимаете То есть если мы Как бы говорим Что Он спас меня От смерти От ада Да Но не понимаем Из чего спас То как бы Ну для нас опять же Эта вода Как море Она как будто бы Не представляет опасностью То есть я не понимаю Из чего меня спас Ну ты можешь Даже как бы сказать Ну я же могу В воде плавать Могу И я могу потом сказать Что-то я и не тонул В принципе-то Ну понимаете Да Поэтому Поэтому вот у нас Должно быть Перемена состояния Перемена Вот что нас Достали из чего-то Да И поставили на что-то другое И перемена Это вот здесь В ценностях В мышлении Это то что делает Христос Это то что и является Спасением Понимаете Поэтому вот Я хочу сегодня Слово спасения Наполнить Вот этой полнотой Этого смысла Да Что это не просто Вот спас меня Это вот так вот легко Спасибо Богу Что спас меня А что спас Чего спас Куда спас Ну от ада Ну хорошо Да И вообще я вот вам Про ад У меня такое откровение Посетило Я тут почитал Притчу о богаче И Лазаре Вспомнил почему-то Про нее И понял Что В ад Попадают Не Вот Смотрите Лазаре Помните Притч о богаче Лазаре Иисус однажды Ее рассказал Говорит Был богач Некто богач Который Каждый день Пиршистывал Блистательно Одевался В наряды И вот Проводил Вот так вот Свою жизнь И умер Лазарь Да Вот Умер богач И умер Лазарь Который сидел Около ворота Этого богача Хотел Кушать Крошки Которые падали Со стола Богача И псы Лизали ему раны И вот там написано Умер богач Попал в ад И умер Лазарь И попал На небо Да Попал в хорошее место Мы сейчас не будем Теологически разбирать Что он попал На лон Авраамова Которое оно Временно Для того Что пока не пришел Христос Они там сидели На лоне Авраамова Ждали пока В рай В рай позовут Я не знаю Да Здесь вот этих вот моментов Я просто вижу Что один попадает В плохое место Другой попадает В хорошее место Тот который попал В плохое место Вообще не написано Что он делал Что-то плохо Он просто Вот попадает Ему сказано Он говорит Типа вроде Почему я здесь Ему говорится Он говорит Ну а И он видит Лазаря Он попадает в ад Мучается В муках Поднимает глаза И видит Лазаря Который на лоне Авраамова И ему хорошо Там он говорит Что произошло Он говорит Ты в своей жизни Получал только хорошее И здесь сейчас Ты учишься А он в своей жизни Получал Все самое плохое Несправедливое И сейчас он там Утешается То есть И мне здесь Предстает Бог Как некий такой Судья Который просто Справедливый судья Который все Уравновешивает Который просто Вот Раз человек Вот Ну несправедливо Страдал Несправедливый Нес какие-то Жизненные тяготы Очень сильные Вся жизнь Его была полна горя Он просто Потому что он добрый Он говорит Ну я просто хочу Теперь воздать ему Самым лучшим Здесь Вот в этой жизни Да А вот этот вот Который всю свою жизнь Как прожигал Только для себя Вот Он Почему-то в ад Вот идет Вот и все Понимаете И Простота А что А что он сделал Для того Чтобы быть как Он сидел Там постоянно Крошки ел Вот Вот Я тоже думаю Почему притч Вот Я просто Разбираю притчу Вот я тоже Он ничего Не сделал Не послужил Просто Просто страдал Всю свою жизнь Ну Для меня Поэтому Здесь И есть такой Знаете Вот этот вот Ответ на вопрос А куда же попадут Вот эти вот Жертвы маньяков Которые не слышали Про Иисуса Там дети Невинноубиенные Там я не знаю Просто страдали Для меня это ответ Куда они попадут Просто вот Из-за того Что у них в жизни Вот просто все Там Ну Они терпели Только Бог их просто Вот только из-за этого Он их берет на небо Все Только Вот И все То есть Другими словами Да Мы можем сказать Так что теперь Нужно просто Там Страдать всю свою жизнь Для того Чтобы пойти в рай Да Но ты хочешь этого Нет Тогда принимай Иисуса Понимаете Вот и все То есть Ну другими словами Да То есть я как бы здесь вижу Что Бог Он справедливый Бог Который просто воздает Ну как бы Людям вот Ну Если человек страдает Значит ему надо утешить И вот таким образом Там сработает Ну вот понимаете Я вижу как Иисус Дает эту притчу сам Почему я вот Прочитал вам Первое Петра Здесь Начало этого стиха Было что Если вы Называете отцом Того Который нелицеприятно Судит каждого по делам То со страхом Проводите время Странствования вашего То есть Оказывается Наш Бог И это всегда Было так И всегда будет так Отец Ну Тот судья Который нелицеприятно Судит каждого По делам И это От него Никуда Не заберешь Понимаете Вот он не может Не судить По делам И мы В принципе С вами Прочитаем В откровении Что Всем в итоге Там вот Бросили В огненное озеро Ой Все Огненное озеро Да И всем было Вот Все были судимы По их делам Помните Когда там Книги были раскрыты И все были В итоге Судимы По их делам Вот Поэтому И вот Я здесь вижу Что И никуда Этого не заберешь Да Точно так же Как Ну Ну через это Мне открывается Вот От чего Нужно было Спасти Вот этого Богачата От суеты Жизни О том Чтобы Он понял Что Что он делал Вот Про него Всего лишь Написано Каждый день Пешил Стывал Блистательно Ел Одевался Красиво Все Это символы Правильно Похоть плоти Похоть очей И гордость Житейская Все То есть В принципе Из-за чего Этот человек попал В ад Вот в это Бессмысленное место Просто Из-за того Что Вот он Таким образом Расточал Свою жизнь Да У него была Возможность Кормить даже Но он его не кормил Потому что Там даже написано Что Тот хотел крохами Напитаться Но там не сказано Там Но вот это Сам смысл В том Что он хотел Напитаться крохами Это говорит о том Что он не питался Этими крохами Представляете То есть У того падает со стола Тому уже не надо Для того Это вообще не ценность Он просто падает уже И потом просто выкидывается Но у него все равно Нет откровения У этого человека Нет понимания Для того Что есть Вот там Такая нужна Что вот эти крошки Могли бы Могли бы покрыть Понимаете И в принципе Это Ну Ну там Проблема сегодняшнего времени И всех В принципе Времен Которым еще пока Земля жива Что у нас есть бедные У нас есть богатые Да И у нас есть Вот это неравенство И неравное распределение Ресурсов Возможностей Да То есть И эти возможности Они в принципе Даются Как бы Богом Человеку И если человек понимает Что они даны Богом Он тогда должен Ну дойти Что оно так же Принадлежит и другим Как бы людям Понимаете Поэтому Ну Сегодня ясно Что Ну как бы Можно было бы сделать На земле Там такую ситуацию Чтоб голодных не было Потому что Если бы вы знали Сколько продуктов Выкидывается С этими Супермаркетами Гипермаркетами Там Заканчиваем Но Если они раздадут У них же Не будут покупать И как бы Эту проблему Ее нельзя решить Просто сказать Ну вот Нет Они все-таки Должны перестать Жадничать Да Должны раздать Продукты бедные Но они тогда умрут Умрет их не бизнес Ну они Они это понимают Они не просто Вот ну жадные У них бизнес умрет Реально умрет Им никто не поможет Потому что Вот Те которые там Еще выше Которые там Дают кредиты Или должны дать скидки Они не дадут Ну понимаете И поэтому Вот Все Каждый Каждый как бы Под кем-то стоит И у каждого есть Хоть свое оправдание На эту тему Понимаете Вот это вот и есть В принципе мир Понимаете Вот это вот мышление Человеческое Покут плоти Покутя Житейское И в принципе Решить ее Как-то логически Революцией Давайте сделаем так Или давайте сделаем так Сейчас вот В революцию пробовали Дайте богатых всех Да Заберем у них все Бедным раздадим Будет все хорошо Нет Опять Все то же самое началось Только С другими корочками И так далее Проходили мы это все Да То есть По плоти Мы как бы Это все не победим Поэтому Единственный путь Это есть Иисус Христос И изменение Самого мышления И начинается это Всегда именно Вот Ну с нас Людей Которые просто Слышат Евангелие Те люди Которые не слышат Евангелие Не знают Иисуса Христа Не знают его учения Они не могут Ничего сделать Могут попытаться Но ничего не сделают Но ничего не сделают Вот Поэтому Что касается Попадания в ад И вот этого Совершения полного спасения Тут вот как раз Именно все От дел Зависит И тогда Вот эта наша доктрина В принципе Что я принял Иисуса Христа И провозгласил Его своим Господним Спасителем Она не работает Вы знаете об этом Или нет Если у нас нет дел Во Христе То Ну как бы Мы можем не дойти Я вам Библию Это докажу Матфея Седьмая глава Двадцатый стих Двадцать первый Не всякий Говорящий Мне Господи Господи Войдет в Царство Небесное Но исполняющий Волю Отца Моего Небесного Представляете Как Иисус Ну как бы Рубит нас С одной стороны Мы действительно Знаем в Евангелии Что мы спасаемся Именно Если в сердце Твоем Веруешь Что Бог Воскресил Христа Из мертвых И устами Исповедуешь Что Иисус Господь Спасешься Ибо Сердцем Верует К праведности Устами Исповедует К спасению Ибо всякий Верующий В Него Не устыдится И всякий Призывающий Имя Господне Спасется Да Но это Это не работает Как просто Такая плоская Формула Такая Которая Я вот Прознес Эту мантру Такую И вот Я таким образом Спасен Вера без дел Мертва В итоге Да Мы спасну Мы входим В это царство Действительно Иисус приходит Он нам дает Духа Святого Он нас сажает На небесах Он говорит Ты спасен Все Тебе Ну ничего не грозит Если ты Будешь В этом двигаться Да Не всякий Говорящий Мне Господи Господи Войдет Царство Небесное Исполняющий Волю Отца Моего Небесного Многие Скажут Мне в тот День Господи Господи Не от твоего Ли имени Мы пророчествовали Опа Оказывается И пророчествовать Ну Не Не является Да Сто процентным Да Как бы Обещанием Того Что ты спасешься И не твоим Ли именем Бесов Изгоняли И не твоим Ли именем Многие чудеса Творили И тогда Объявлю им Я никогда Не знал вас Отойдите от меня Делающие беззаконие Вот Страшно услышать Такие слова Ну Мы их должны Начать слышать Сейчас Понимаете Потому что Будет проблема Если мы их услышим Там И нет ничего страшного Если ты их слышишь Сейчас Если они тебя мучают Потому что Ну Это на самом деле Нормально Да Что вот Ты уверен Вообще Да Ты уверен Что тебе Достаточно Будет Да Того Что ты скажешь Господи Господи Да Не всякий Говорящий мне Господи Господи Войдет Царство Небесное Как будто Иисус Еще послания Кремлинам Не было Где Павел Пишет Всякий Кто Призовет Да Устами Произнесет Иисус Господь Тот Спасется Иисус Уже сразу Знает Что люди Уйдут туда И будут Только Лозунги Эти Провозглашать Он говорит Если дел Моих Не явите Если дел Моих Не покажете Если волю Отца Не будете Исполнять То Не войдете Так что Ну Наша задача Здесь На земле Верить В то Что Да Мы спасены Это Однозначно Если я Сейчас Умру Я иду На небо Но Я не живу Так Что Вот этого Достаточно Мне Мне достаточно Пойти на небо Я живу Здесь У меня Бог не просто Так на эту землю Привел Чтобы я тут Мучился И думал Вот Скорее бы мне Уйти отсюда Тут совсем Другое мышление Работает Я наоборот Хочу здесь Быть подольше Для того Чтобы сделать Побольше Понимаете И это Ну Оно Логично Но Оно Нам Ясно Понимаете Вот Знаете Есть люди Которые Была у них Клиническая Смерть И Вот Мне один Человек Рассказывал Он Он Не верующий Он говорит Ну я знаю Там что-то Есть Он говорит Когда у меня Была операция Я выходила Из тела И Видела врачей Слышала И это был Такой ужас Для меня Оказаться без дела То есть Я все понимаю Я понимаю Намного больше Мне все открыто Все ясно Все понятно Но я не могу Ни говорить Ни делать Ничего не могу То есть И вот это вот Изменение Вот этого состояния То есть Я здесь человек Я здесь действую Здесь говорю Вижу Чувствую И так далее И вот туда То есть Ну другими словами Я это понял То что Твое сознание Оно полностью Остается Вот то Кем ты стал Оно полностью Остается Поэтому Я Своё время На земле Хочу использовать Именно для того Чтобы преобразиться Чтобы кем-то стать Чтобы я не просто Спасся Да Таким образом Как бы Ну вот О классно Я спасся Ничего не делал Поменьше делал Поменьше вот Страдал Но спасся Тебе там будет стыдно За твоё такое спасение Понимаете Поэтому стыдно Нам уже должно Начинать становиться Сейчас За какие-то вещи Что Что мы как бы Не живём Не пробуем чего-то Вот Опять же Как я понимаю Спасение Какой вам Образ Компьютерные игры Играли Мужчины Все играли Оксану спросил Говорит Нет Не играл Одного Ну нет Ну Тетрис Это не считается Это Немножко не то Ну вот Раньше У нас такие игры Были Когда тебе нужно Проходить Какие-то стажи Ты там Как человечек Или я не знаю Кто там Червяк Какой-то Супер Червяк В костюме Знаете Была такая игра И ты проходишь Какую-то Сложную игру И ты Периодически Погибаешь То есть Ты вот Проходишь Проходишь Какой-то Сложный стаж Тебе нужно Этими клавишами Сделать так Что ты Когда первый раз Гружишь Это невозможно Невозможно Мне туда Перепрыгнуть Там зацепиться Там успеть Туда нажать То есть Ну Невозможно И я Падаю И падаю Погибаю И погибаю Потом опять Я начинаю Сначала Прохожу Опять до этого места Опять прохожу И вот в какой-то момент У меня начинает получаться Все Так играли мы Или нет Все Я прошел Какой-то стаж Все Я иду дальше И там через какое-то время Опять Какая-то сложная Штука Которую я опять Думаю Да это вообще Невозможно Опять пройти Мне опять надо Тренировать Все пальцы Скоростью матом И дальше Пройти Вот Ну я же Ну мне же не страшно Я же не боюсь Правильно или нет Почему я не боюсь Потому что я знаю Что ну как Это не конец Червяк Он не умрет Он опять Вот тут Ну воскреснет вначале Опять мы там пойдем Опять мы будем Проходить этот стаж Да То есть у меня есть Ну другими словами У меня есть куча Вот этих жизней Да Грубо говоря У меня вечная жизнь Для этого человека Понимаете Вот Почему Потому что я Настоящий я Я не там Да Настоящий я Я здесь Да Я наблюдаю Как бы за этим Я иду Вот так примерно Со спасением Может вопрос Какие-то То есть Вот примерно Таким образом И со спасением Что я посажен На небесах Я За этим компьютером Да То есть для меня Это вот Ну И поэтому Моя задача Как можно больше Пройти Как можно больше Увидеть Как можно Ну понимаете Моя задача Пройти полностью Эту игру Да Я там Ну Я с игрой сравниваю Да Но Я сейчас про жизнь Как бы говорю То есть вот Мне дано спасение Мне дана жизнь вечная Мне дано Куча попыток Понимаете Мне дано Вот Ну мне для этого Это дано Мне это дано Не для того Чтобы я Дошел там До первого испытания И сказал Это невозможно Я там погибну Я упаду Там вот В этот огонь Которым я там Прыгаю Ну понимаете Да Я про игру Да Говорю там И человек Садится И говорит Я лучше посижу Вот таким образом Выглядит иногда Жизнь Верующего человека Он думает Что его задача Это не потерять спасение Но его задача Совершить Течение Павел говорит Течение Совершил Веру сохранил Аминь И если ты течение Не совершаешь Если ты вот Ну вот Не движешься Не пробуешь Не живешь То ты делаешь Только половину Ты пытаешься Сохранить веру Но В итоге Смысл-то в чем Что ты будешь Просто разочарован Когда ты придешь туда И тебе откроется Все то Все те возможности Которые могли бы быть Перед тобой Тебе будет это все ясно Когда тебе откроются Все настоящие твои Страхи Что тебя сдерживало Почему ты не делал Почему ты не шел Почему ты не пробовал Тебе станет стыдно Тебе станет стыдно И тогда Какое это спасение Скажи мне Это сожаление И горечь Если это сожаление И горечь Это ад Понимаете Это ад По своей сути В вечности Сожаление И горечь Это ад Поэтому Ну мы действительно Должны это понять Поэтому Спасение для нас Это начало Мы его получаем Мы получаем Как вот этот вот Ну залог Того что ты не погибнешь Бог за тебя Вот что мы получаем Мы получаем для себя Обетование того Что у тебя все получится Живи давай Живи на полную Пробуй Действуй Все пробуй Все действуй Я не знаю Вот ну я вижу Как Бог Меня вел Просто Ну мне нужно было Просто Говорю что Я знал что Он призовет меня Где-то чувствовал Ну не призывая И я Может быть игрался Может быть точно игрался Покупал катер Покупал гидроцикл Ездил в разные страны И так далее Но И это тоже было Благословение От Бога Для моей жизни Пока я рос Но я говорю Что я всегда знал Где-то внутри Что однажды призовет И призвал И поэтому Знаете Ну и это очень похоже Иисус он тоже Да До 30 лет Рос Обычной жизнью Просто с людьми Поэтому С одной стороны Я хочу тебе сказать Чтобы ты Не спешил С другой стороны Чтобы не боялся Чтобы ты Возрастал Вот в этом доверии К Богу Что Бог Тебя хочет повести У него есть что-то Для тебя И он тебя поведет Однажды И ведет тебя Даже сейчас Может быть Вот в этих Каких-то маленьких Житейских Бытовых моментах Может быть тебе надо Куда-то как-то учиться Повышать квалификацию Может быть тебе нужно Там поменять работу Не бояться Да То есть Ну вот вообще В принципе То что хочет нас Ну Бог научить Это не бояться Не бояться Потому что для нас Каждая какая-то Стрессовая ситуация Какой-то выход Из зоны комфорта Это Ну равносилен Маленькой смерти Такой И вот Все это идет Из вот этого Корня страха Смерти Но когда Ты знаешь Что ты спасен Тебе нечего ждать И вот Ну мне здесь приходят Эти строки Из песни Виктора Цоя Я прям Ну влюбился В эту песню Именно Вижу Как глубоко Пророчески Он ее произнес Представьте Вот Виктор Цой В Советском Союзе В своей песне В третьем Утре Вот эта вот Спокойная ночь Да Знаете Я вам пил ее даже А те кто ложится спать Спокойного сна И я раньше когда был там молодой Я ее тоже как бы слышал И она как будто бы вот о том Спокойной ночи Спи спокойно Вот ты ее слышишь Но песня там вообще не об этом Песня там о людях Которым нужно Дана жизнь И они должны идти вперед И вот там третий куплет Поется так Что Те кому нечего ждать Отправляются в путь Те кто спасен Те кто спасен Представьте Вот И мне здесь Ну как бы Он настолько глубоко Копнул Что вот Ну православный Так не думает Я думаю что У него наверное Была какая-то связь С евангельскими христианами Потому что он был кореец И корейцы Они все-таки Ну уже давно У них это Династия И я думаю что Были какие-то христиане Которые ему проповедовали Он знал Евангелие Но Даже если не так Как бы я верю Вот в эту В Божий Дух Который Посещает всех Поэтов И музыкантов Да По вдохновению Что он Через них Может что-то говорить Да Как через Пушкина Как много нам Открытий чудных Готовит Просвещение Дух Да То есть Дух Просвещения Да Это Иисус И Дух Святой И вот Смысл того Что я говорю Вот Хоть в Библию Вписывая эти строки Из песни Ну понятно Что мы не можем Это делать Но Настолько Вот он Четко это Сказал Что те Кому нечего ждать Отправляются В путь Те кто спасен Еще раз Утверждение Те кто спасен То есть Там например По нашей человеческой Логике Да Вот Как иногда Мы живем Неправильно Можно было бы так Что Тебе надо Отправляться в путь Чтобы спастись Чтобы спастись Понимаете Про что говорю Сегодня Я сегодня пытаюсь Поправить одну Такую маленькую вещь Но она Очень важна Что Спасение Как бы Это как залог И как начало И как Разрушитель Твоих страхов Понимаете Обетование его Что ты спасен Что ты посажен Это Но если ты это Не услышишь И страхи останутся То ты И не спасен Что самое интересное Не всякий Говорящий мне Господи Господи Войдет в Царство Божие Понимаете Или нет Ты можешь То есть Ты придешь Туда разочарован Если ты придешь Туда разочарованный То какое Это спасение Я не хочу Вот прям так Доктринально Это все утверждать Потому что Библия нам Конечно Говорит Да О людях Которые Апостол Павел Говорит Всякий Строющий На всем основании Из золота Серебра Драгоценных камней Дерева Сена И соломы Да То есть Он перечисляет Что Ну если основание Правильное Если основание Христос И человек строит И пускаем Ну то Самое лучшее Если он будет строить Из золота Серебра И драгоценных камней То есть Из чего-то твердого Да Золото Оно с верой Связано Да Там Добрые дела Тоже туда можно Да Включать И потом дальше Все меньше Дерева Сена И солома И потом он говорит Но день Испытает Дело каждого Понимаете Дело каждого То есть Помимо того Что мы просто спасены Мы должны В этой жизни Сделать какое-то дело Ну вот Должны И Бог И за это Бог уже отвечает Даже Да Он даст тебе Сделать это дело Вот Я тоже В своей жизни Вот Когда Например Мог бы слушать Подобную проповедь И я ничего не делал Сидел тоже Просто в церкви Ходил в церковь Ну наверное Меня тоже У меня был Какой-то конфликт Внутренний Вот с такой проповедью Вышел Да С одной стороны С другой стороны Ну я говорю Что я внутри понимал Что Какое-то дело есть И оно будет И пускай Бог призывает Поэтому Вот Ну понимаете Да Что Тебе не нужно сильно переживать Какое дело Конкретно Какое же у меня дело Какой же у меня дар Какое же у меня призвание Если ты в нем Если ты с ним Проявится Рано или поздно Твоя задача Перестать бояться Твоя задача Перестать бояться Его водительства Для твоей жизни Понимаете или нет Для того Чтобы вот У тебя не было Этого страха Лишь бы не потерять спасение Вот буду сидеть Пока я точно уверен Не буду Я ничего пробовать Делать не буду Не будешь пробовать Делать ничего Поэтому Ну вот Вот это все Включено в спасение Изменение твоего мышления И обязательно Вот Какое-то дело Для тебя Для того Чтобы ты Двигался Вот Существует Такая тоже мысль Лукавая Что Спастись Как разбойник на кресте Знаете Помните эту иллюстрацию Был Христос И По сторонам Его два разбойника Распятые Один из них Хулил А спасал Других Спаси нас Яви всем Что ты Христос Себя спаси И нас заодно Да И написано Второй Он его унимал Он тому второму Говорит Заткнись Мы с тобой сделали Достойное смерти Он ничего не сделал Замолчи И потом Говорит Христу Помяни меня Господи В царствие Твое Да И что Иисус ему говорит Истинно Тебе говорю Сегодня же Будешь со мной В раю Вот оно И мы иногда Думаем Что этот человек Просто покаялся В последний момент В своей жизни Иногда забываем О деталях Которые там Произошли И думаем Ну вот Неплохой путь спасения Такой вот Поживу всю жизнь Как багаж Блистательно Пиршествую Туда сюда В последний момент Думаю Что покаюсь Существует Такая лухавая схема Хотя я понимаю Что в реальности Никто из людей В принципе Ей не живет Но так как она существует Она нас все равно Где-то Ну как бы вот Дает нам какую-то надежду Что так Как будто бы можно Но Этот человек Не просто покаялся Этот человек Богу послужил Успел В последний момент В своей жизни Увидеть И осознать Встать на сторону Добра Встать на сторону Иисуса Христа Которым Он Он был в состоянии Ему это открылось Он получил откровение Он произнес Там исповедание Помяни меня Господи Когда придешь В царствие твое Да То есть он Он это произнес И он еще затыкал Рот тому человеку Понимаете И вот Представляете Тогда Как выглядит спасение Как выглядит Приход в рай Вот этого человека Я вот просто Иногда это все Представляю Сам Я бы так Если поступил То есть Мы же говорим Про дела Мы же говорим Что Бог Нелицеприятен И он судит По делам И он действительно Должен был По всем своим делам Попасть в ад Все Он знал И он туда Шел Но Встреча с Христом Полностью меняет Да И этот человек Вот там На весах Вот столько Его грехов Ну вот это Одно его Исповедание И служение Христу Когда никто Не мог ему послужить Там же Все которые Внизу стояли Ученики испугались Убежали А другие кричали Ну да Тоже там Спаси И так далее Никто Вот он висит Страдает Никто не верит И вот это вот Исповедание Да Его Что Один из них Стал его защищать Оно Христа Ободрило На кресте Это был как Глоток воды Что он увидел Что есть Продолжение Есть во всем Этот смысл Да Есть люди Которым это открыто Да И вот ну Он его там порадовал Представляете И вот этот человек Приходит Да Туда В загробную жизнь Вот И вот Вдруг ему все И он видит И открывается И у него Вот эта вот Радость И благодарность За его Вот этот вот Последний поступок В жизни Перекрывает Весь тот негатив Который был У него До этого Но у него Есть эта радость И благодарность И у него Эта радость И благодарность С одной стороны Христу Который В последний момент Оказался рядом Висеть здесь Просто Вот он его Здесь нашел Представляете Вот его жизнь Заканчивалась И он здесь С ним Висел И тогда У него нету Как бы Какой-то гордости Что это он сделал У него радость Что это сам Бог Вот таким образом Встречу ему Устроил со Христом Пускай вот так Но встреча произошла Правильно Христос его знает Помните Что Христос Говорит тем людям Которых Он говорит Не войдете Он говорит Отойдите от меня Я вас не знаю И даже я вас Никогда не знал А вот этого человека Он знал Он один был такой человек Он эксклюзивный человек Он личность Которая Пускай тоже Висела на кресте За все свои грехи Но они встретились С ним лично Понимаете Вот То есть Представляете Как много там Произошло На этом кресте Для жизни Вот этого разбойника Личная встреча Личное откровение Исповедание И служение Вот в эти вот Часы, минуты И так далее Понимаете То есть Он не просто так покаялся Это Человек был для этого Грубо говоря Рожден Чтобы вот таким вот образом Однажды Послужить Христу Точно так же Как послужили Христу Никодим Которые Сняли его Еще ученики Убежали В страхе там жили Но уже Никодим С Иосифом Из Еремофеи Они приходят Снимают тело Покрывают И так далее То есть Это тоже специальные люди Избранные Которые недалеко Которые были в ожидании Царства Божьего Да И он уже Радуется Да Он уже вот в этой радости И поэтому я говорю Что Ну Не будет по-другому Не будет так вот Что ты Просидел Пропрятался Вот как-то Проныл Проскулил Там Свою жизнь Проправдывал Себя Как-то И так далее Да Вот так И то Не то Как мы все Это умеем Все Ну Есть что-то Что Что у Бога Для тебя есть И это все Входит в спасение Да Ты спасен Не Через добрые дела И даже Не из-за того Что ты их сделаешь Но для Все равно Них И это все Входит в спасение Это все Входит в твое Совершенство Чтобы ты был Действительно Там на небе Совершенство Ты что-то Сделал И там Должна быть Твоя часть Вот в этом Понимаете То есть С одной стороны Эта часть Которую сделал Господь Меня спас Как вот Этот разбойник На кресте Но с другой стороны У нее есть радость За то что А я все-таки Правильно выбрал Правильное решение Принял Все-таки Вот Побудило меня Что-то заткнуть Рот этому Орущему Понимаете Вот Поэтому Тоже такие же Вот Хочу как Обращение К ребятам В центре Вы живете В такой ситуации Что при вас Есть люди Которые Повторно Распинают Христа Которые Хулят Его Которые Ну как бы Своим образом Жизни Что-то Мутят Что-то делают Возле Стоят И у тебя есть Выбор Либо Вот быть с ними И вот там Ах Все равно Чуглая Жарко Слушай Какая разница Выпью Или 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 еще Что-то сделаю Или противостать Может быть Начать ругаться Может быть Ну будет тебе Дискомфортно Это будет тебе Что-то стоить Но ты потом Ну как бы Тебе нужно быть Вот Да Может быть В этот момент Ты еще не будешь Радоваться За свое решение Потому что Тебе закроют рот Тебе скажут Ты предатель Ты тут сдал Нас Ты стучал Или еще что-то Бред Вот этот Но Бог хочет Чтобы ты стал Личностью И сделал Свой выбор Вот Понимаете Поэтому В это спасение Которое Христос Нам дает Входит Вот эта наша часть Нашего выбора Что мы выбираем Как мы выбираем Именно Вот На делах Вот Я здесь записал Когда придет вечность Тогда откроются Все тайные помыслы Откроется все Лицемерие И заблуждение И будет либо Разочарование От бесцельно прожитой жизни Либо радость спасения Я буду радоваться Тому Что Иисус спас меня От святой жизни И с помощью Собственного примера И учения И даровав мне Силу Святого Духа Дал мне сделать Какие-то дела И я радуюсь Не самим делам А тому Что Он дал мне Эту возможность Таким образом У меня нет гордости Так как это не совсем я Но также У меня есть уважение К себе Что я все-таки Правильно откликнулся На Его призыв И не стал Тормозить И не стал бояться Да Вот Уловили примерную мысль Да Вот Что для меня Является Спасением Что это вот Некий такой комплекс Мышления Комплекс вещей Каких-то Да И помните Первые Кто Перечисляются В списке Что они Не войдут На небо В откровении Но будут В озере огненном На первом месте Боязливые Трусы Поэтому Носи трусы Еще маленький пример Быстро Вот Для того Чтобы уже полностью Так О спасении Сказать То есть Я вот действительно Вижу Что Бог Вот это вот Спасение Про На небо Оно вот Именно Уже От дел Понимаете То есть Бог Он Он Нелицемерно Судит По делам Все Если Есть дела Помните Вот То что Сейчас В последнее Время Много Говорится О Вот этом 666 Помните Печать Зверя И вроде Как Это нас Касается И там Сказано Что Будут Ставить Число Зверя Печать Зверя На правую Руку И начало Да И все Которые Не записаны В книге Жизни У Агнца Всем им Поставится Вот эта Вот печать И вот Люди Много Об этом Думают Что это Как мне Однажды Вот Как-то Открылась Возможно Я что-то Даже Частично Услышал Ну Простая Интерпретация Вот этого Всего Во-первых 666 Это не число Дьявола Просто Для просвещения Там Прям явно Говорится Кто имеет Мудрость Тот сочти Что 666 Это число Человеческое Это вот Человек Троица Такая Человеческая Знаете Грубо говоря То есть Есть Божья Троица Ну да То есть Такой Человек 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 Во всем человек То есть Человек сотворен На 6й день Но Бог 7 дней творил И вот этот день покоя То есть Бог Это число Божье Оно будет Это 7 Полнота 7 нот 7 цветов 7 цветов Радуги То есть 7 дней Вот Ну И вот 7й Вот этот день Светильник Вот этот Божий Там 7 Лампад Вот этих Да Тоже изображено 7 духов Божьих И так далее Да И вот эта вот Центральная лампада Это Божий дух Центральный Да И так далее Тогда Вот эта шестерка Число человеческое Да То есть И вот там написано Что будут ставить На правую руку И начало То есть Тебе будет отмечено И так далее То есть Ничего не буду говорить Будет ли это физически Там связано С ли это С кваркодами С прибивками Там и так далее Думаю Что не совсем связано Хотя Какие-то вещи Могут быть Которые пророчески Мы можем что-то Увидеть Для себя Да Для того Чтобы Как-то Принять свое решение Для того Чтобы что делать Там Вот Но Сама суть Этого Больше в том Что Вот эта вот Печать на руку И начало На руку И начало То есть Что такое Рука это дела Чело Это мысли Рука Это дела Чело Это мысли То есть То на что Будет смотреть Бог Тот критерий По которому Будет Вот это вот Все двигаться То есть Ты Как бы Человек Ну и все у тебя Только человеческое То есть Да То есть Тебе Бог не нужен То есть Это 666 Это люди Полностью Отказавшиеся От Бога Да Полностью Вот Именно в своих делах И в своем мышлении Понимаете Вот она Печать На руке И на голове То есть Твои дела Они в Боге Твое мышление Оно в Боге Или твое мышление Оно чисто человеческое И твои дела Они чисто человеческие Хотя они могут быть Хорошие Нормальные И так далее Вот И поэтому Это будет Именно касаться Ну касаться Именно Тоже вот этого Спасения Вот этим Для нас Да Кто мы Где мы И куда мы Да Почему нам нужен Иисус Веруй в Господа Иисуса Христа И спасешься Ты И весь дом Твой Да Вот Тоже такое Про возглашение Которое мы Любим Которое мы Практикуем Да Которое мы Говорим Другим Вот Веруй в Господа Иисуса И спасешься Ты И весь дом Твой Это Было сказано Начальнику тюрьмы Павлом Да Который Вот Спасся Да Вот этим Сверхъестественным Таким образом И мы Иногда Опять же Да Вот Это слишком Плоско Понимаем Вот Веруй и спасешься Все Ты Веруй и спасешься Ты И весь дом Твой Но вот За этим словом Веруй в Господа Иисуса Христа Стоит все Остальное Что ты должен Узнать Кто это Узнать Это учение Принять Это учение Жить по этому Учению Получить Духа Святого Получить Дару Все Вот Вот оно значит Веруй в Господа Иисуса Христа И спасешься Тогда И ты И дом Твой Понимаешь Если ты будешь Вот в этом всем Находиться А не просто Уверовал Просто вот так Сказал Иисус Господь И все И мой дом Спасется Нет Все будет зависеть Действительно От того Как ты живешь Потом Я выписывал Эти стихи По поводу спасения Помню Тимофей Написано Вникай в себя И в учение И тогда спасешь Себя и слушающих Тебя И это для того Чтобы мы поняли Что означает Слово спасение Что означает Спасешься Тимофей Мы спасем Мы спасем Словесное молоко Слово спасение И это что касается Путей спасения Ты веруешь в него Провозглашаешь его Вникаешь в учение Ты спасаешься Для некоторых людей Существует Вот у меня тут написано Второй или третий Путь спасения Знаете какой есть путь Для некоторых Справа страны Помните Павел говорит А? Как бы изожня Хуже Помните Павел говорит Предал сатане В изнемождении плоти Для того Чтобы дух был спасен Знаете вот еще Когда Может человек Спастись Да Предать сатане В изнемождении плоти Для того Чтобы дух был спасен То есть Ну вот Я понимаю Как это даже работает Да То есть опять же Человек получает В этой жизни Кучу страданий Боли Разочарования Из-за того что Из-за чего Предали сатане Из-за того что Это был уже Верующий человек Который осознанно Упорствовал Вот В ужасном грехе Да Который Всеми осуждался Который С которым нельзя Бериться Который нельзя Как-то принять И За который нельзя Даже молиться Грубо говоря Да Там единственный Путь был Павел Говорит Я его предал Сатане В изнемождении Плоти Для того чтобы Дух был спасен И дальше Во втором коринфе Мы видим Все Примите Утешьте И так далее Да То есть Человек был В данном случае Проведен И Ну как бы Я Говорю что Я уже несколько раз Это делал С людьми Приходилось Это Просто Когда человек Просто В наглую Прям грешил 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 Там где он Не должен делать Не может делать Да Это делал Уже С такой наглостью И на обмене Что пришлось Это сказать Если ты это делаешь Я говорю Я тебе приду Сатане Мне помню Человек сказал Хорошо Хорошо И С ним Начало происходить Ужасные Ужасные Вещи Они до сих Пор С ним Продолжают Происходить Что самое Интересное Что Предать Сатане Проще Чем Вывести Из этого Состояния Потому что Я Уже Готов Я говорю Я Помолюсь Все Что угодно Скажу Произнесу Просто Тебе надо Покаяться Хорошо И в итоге Человек Не кается Ну Не рассказывает О своем Все Я не про то Что Сейчас не хочу Вам нагнать Такой жить И что Вам надо Покаяться Все рассказать И так далее Это не так Немножко работает Но Некоторым Определенным Людям Которые Сделали Какие-то Определенные Дела Против Меня И Центра И Того Дела Что мы Делаем Ему Нужно Это Рассказать Потому что Пока Он Это Не Рассказал Дьявол Держится Там За него И Все Как Крючочком А человек Не может Не хочет У него Не получается И так далее И Я Как бы Ну Размышляя Над этим Понимаю Что Это Пока То есть Таким образом Бог Спасает Этого Человека Справа Можно Или Да То есть Вы понимаете Как я вижу Это Ну Я вижу Это В Библии Что Это Определенный Путь Спасения Для Каких Определенных Людей Что Если Человек Не остановится В свое Время В каких То Моментах Не Не Отрежет Какие То Вещи Вот Его Придется Отправить По этому Пути Я Сейчас Не хочу Говорить За что Почему Кого Там Ну Просто Бог Сказал Что Свяжете То Будет Связано Что Развяжете То Будет Развязано Да То есть Как И Мы Кого-то Там Дай Мне Вот Я Не хотел Долго На этом Застряться Но Я Должен Был Это Включить Все В Тему Спасения Потому Что Знаете Это Такой Путь Крайний Путь Который Я Никому Не Советую Но Он Существует То Есть Я Просто Размышлял О То Что Вот Как Такой Человек Придет На Небо С Каким Осознанием Да Вот Он Придет Таким Сознанием Закончилось Да И У Него Будет Вот Эта Внутренняя Правда Христос Да Я Тебя Принял Христос Скажет Да Я Знаю Тебя Принял Но Ты Такой Твердый Да Я Такой Твердый Спасибо Что Это Все Закончилось И Вот Ты Хочешь Так Я Не Советую Я Лучше Вот Ну Хочу Чтобы Божью Чем Вот Эти Страдания Спастись Из-за Страдания Вот Вы Еще Живые? Есть У нас На самом деле Чуть Чуть Еще Время Я Просто Хочу Уже Последний Пример Разобрать Быстро Римлянам Восьмая Глава Потому Что Лучше Вот Все Так Помучиться Чуть Чуть С Этой Темой Ну Как То Вот Ее Увидеть Римлянам Восьмая Глава Я С Первого Стиха Прочитаю Итак Нет Ныне Никакого Осуждения Тем Которые Во Христе Иисусе Живут Не по Плоте Но по Духу Потому Что Закон Духа Жизни Во Христе Иисусе Освободил Меня От Закона Греха И Смерти Вот Она Вот Она Встреча Двух Законов Второй Стих Закон Духа Жизни Освободил Меня От Закона Греха И Смерти И теперь Как это Происходит Есть Очень Красивая Иллюстрация От Книги Исфирь Если Хотите Почитайте Книгу Исфирь Она Очень Красивая Я Когда-то Об этом Тоже Говорил Там Исфирь Уже Стала Женой Царя И Там Был Такой Злобный Аман Враг Который Имел Доступ К царю И он Хитростью Издал Такой Закон Подсунул Царю Царь Поставил На нем Печаль Свою Что В такой То День Такого То Месяца Нужно Истребить Народ Евреев Всех Потому Что Они Ужасный Народ Он Накриветал На них И Все И царь Поставил Печаль Ему Подсунут Из Фильма Пришла К царю Аман Был Разоблачен Аман Был Повешен Злобный Да И он Говорит Ну А теперь Нужно Что-то Сделать С Моим Народом И царь Говорит Слушай Отмени Закон Все Пусть Не Убиваю Помните Что Там Было Царь Говорит Не То Что Я Подписал Закон Вышел Я Не Могу Брать Этот Закон Но Я Могу Другое Возьмите Мой Перстень И Напишите Другой Закон И Поставьте Печать Которая Разрешит Вам Драться Которая Разрешит Вам Побеждать Которая Разрешит Вам Объединяться И Противостоять И Вот Они Составили Такой Закон Поставили Печать Разрешили Во все И Назначили Вот этот День Что Вот в этот День Когда Там Должны Были Вас Убивать В этот День Вы Как раз Можете Бить Ваших Врагов Вот Оно Понимаете Вот Вот он План Божий Вот оно Спасение В чем Мы Иногда Думаем Что Ну Вот Царь Должен Так Раз И все И спасти Нас Бог Нас Должен Раз И вот Так Спасти Нас Без Нас Но Нет Он Говорит Здесь Мы Читаем Что Закон Духа Жизни Там Этот Стих Есть Второй Закон Духа Жизни В Иисусе Христе Освободил Нас От Закона Греха И Смерти Бог Не Убирает Закон Греха И Смерти Закон Греха И Смерти Продолжает Работать Но Дается Другой Закон Дается Другое Мышление Дается Превосходство Над Этим Над Вот Этим И Только Это Во Христе Там Нет Пассивной Позиции Понимаете В чем Дело Что Нет Пассивной Позиции Христианства Знаете Что Меня Радует Что Там Произошло Знаете Они Когда Один День Там Да Помните Что Они Еще Пришли Попросили Царя Царь У нас Еще Просьба Какая Дай Нам Еще Это Время Для Того Чтобы Мы Еще Врагов Мочили Представляете И Вот Это Отражение То Мы Ждем Христа А Христос Ждет От Нас Пока Он Нам Время Дает Чтобы Мы Врагов Мочили Жених Для Этого Ты Задерживаешься Для Того Чтобы Ты Еще Больше Усовершился В Своей Верии В Своем Хождении И Про Это Пример Не Говорит Апостол Павел Помните Он Говорит Что Я Хочу Разрешиться И Быть С Господом Но Я Уверен Что Я Останусь Потому Что Мое Дело Приносит Плох Вот Как Должны Думать Христиане Настоящие Мы Не Просто Приди Господи Спаси Нас Забери Нам Плохо Нет Бог Дай Нам Еще Время Для Чтобы Мы Еще Здесь Кое Что Сделали Мы Еще Доделаем Мы Еще Понимаете Или Нет Я Вам Передаю Дух Это Дух Спасения Наш Понимаете В чем Это Заключается Что Мы Здесь На этой Земле Мы Можем Жить Мы Можем Действовать Можем Делать Что Для Бога Понимаете Мы Можем Создавать Какие Дела Служение Я Не Знаю Просто Аминь Вот Поэтому Вот Сегодня Именно Вот К этому Была Проповедь Я Как бы Говорил Про Спасение Да И Ну Говорил Не про Спасение В пассивном Смысле Этого Слова А про Спасение В активном Смысле Этого Слова Что По Настоящему Означает Спасение Да Что Эти Люди В книге Эсфири Они Были Спасены От Врага Но Через Закон Через Другой Закон Превосходящий Этот Закон И Через То Что Они Еще Объединялись Аминь Поэтому Мы Церковь Аминь Поэтому Понимаете Почему Нужна Церковь Почему Нам Нужно Быть Вместе Потому Что Вместе Интереснее Вместе Сильнее Вместе Плодотворней Аминь Все Аминь Поэтому Давайте С каждым Собранием С каждым Этим Приходите Больше Оживать Я Еще Раз Говорю Давайте Добавлять Громкости В пении Давайте Пророчества Давайте Молиться Давайте Практиковать Свободное Христианство В духе Для того Чтобы Дух Страха Цепей Скованности Неуверенности Он нас Покидал Все больше И больше Аминь Потому Что Действительно Мы от этого Страдаем Мы страдаем От того что мы не реализуемся Мы страдаем От того что мы Не такие какие бы хотели Себя видеть Но у тебя есть время У тебя есть время Для того чтобы ты Ближе к концу своей жизни Наконец-то увидел себя Таким каким ты хочешь себя видеть Чтобы ты из гадкого утенка Превратился вот в этого Красивого лебедя Потому что Вот в этом план Божий Аминь Потому что мы преображаемся Во Христе Мы в Него превращаемся Нам на это время И дается Потому что Там уже все До чего ты дошел До чего ты дорос В том состоянии Ты и останешься Субтитры сделал DimaTorzok